Здравствуйте! Сегодня 23 марта 2022 года, 6 часов 12 минут, 12 минут седьмого утра. Вот я сейчас дал вам послушать, как работает радиостанция Украинское радио, ну на украинском языке это Украинское радио, так называется радиостанция. В четвертый день работает глушилка, круглосуточно, не переставая. Вероятнее всего, что глушилка эта находится в городне, и слышимость этой радиостанции резко ухудшилась из-за того, что поставили на частоту в FM-диапазоне помеху такую вот жуткую. Помните, как в советское время радио «Свобода», радио «Америка» там, я сейчас не помню точное название, но американские радиостанции, «Свободная Европа» была такая радиостанция, радиостанция, которая из Германии вещала. Но, видите, времена Советского Союза вернулись в виде оглушения радиостанций, той страны, против которой Советский Союз, а в данном случае Российская Федерация, ведет борьбу и пропагандистскую, и самую настоящую необъявленную военную с использованием оружия, пушек, танков, гаубиц, боевых самолетов, бомб, крылатых ракет и так далее. Так что, если бы Россия была права в этой войне, то не нужно было никакие глушилки включать, и не нужно было глушить радиостанцию украинскую, украинское радио. А так как они не правы, так как они врут, обманывают, ну, как при Советском Союзе, все было на вранде, на клевете, на выдумках, на придумках, на пропаганде гибельсовской построено, то включали вот эти глушилки, ну, я помню еще, я маленьким был, я во втором классе в школе, когда учился, или в третьем классе, я сделал детекторный приемник, у меня с детства была тяга такая к радиолюбительству, к электрике, к электронике, я сделал детекторный приемник, и на этот детекторный приемник через наушники, ну, наушники такие, связные были, армейские, и D2E такой диод был в стеклянном корпусе, с двумя плоскими выводами, германевый диод, катушку индуктивности я намотал самостоятельно, и конденсатор взял от старого радиоприемника, где-то там какой-то я приемник нашел, выброшенный на улице, разбитый, и вот на проволочках без пайки, паяльника у меня тогда еще не было, все это соединил медными проволочками, и приемник прекрасно работал, я антенну соорудил, вот, из окна ее протянул по стенке дома, и как заземление подключился к радиатору отопления в квартире, вот видите, ребенок маленький, и соображал, что как сделать, вот, но есть дети такие, вот, не только я такой особенный, вот, а есть дети такие, которые там и в 4, и в 5 лет уже чем-то там серьезным таким интересуются, и такие проницательные, и у взрослых людей спрашивают, штокчик мой как, как это собрать, как это сделать, так что я помню, в детстве этот приемник я собрал, и длительное время я его использовал, и слушал вот эти вот западные радиостанции, радиостанции, которые глушили с глушилками, а алгоритм работы был таким образом у этих радиостанций построен, что они постепенно частоту меняли, то есть она постепенно сдвигалась, потому что они знали, что их глушат, и у них была нефиксированная частота, как у радиостанции, ну, вот в данном случае, как в FM-диапазоне, то есть строго там кварцованная такая частота, и она не сдвигается, а у «Голоса Америки», у «Свободной Европы», «Свободная Европа», значит, если не ошибаюсь, из Кёльна они вещали, из Западной Германии, у них частота постепенно менялась, и за счет этого удавалось уходить от помехи, но те, которые помеху ставили, тоже слушали другим связным радиоприемникам, то есть радисты целый день сидели, слушали вот эти все эти зарубежные радиостанции, и вручную подстраивали частоту настройки этих глушилок, они отслеживали вручную вот эти вот радиостанции, и постепенно подстраивались на новую частоту, чтобы глушилка уже на новой частоте глушения делала, то есть борьба шла круглосуточная и постоянная, ну а потом, когда Горбачев уже стал президентом, то он отдал приказ, что глушилки эти отключить, и стали их разбирать, ну, во-первых, огромное количество денег тратилось на то, чтобы эти глушилки мощные работали, то есть это многокиловаттные, на сотни киловатт, такие мощные радиостанции, которые вместо полезного сигнала в эфир выдавали помеху такую, ну вот типа как вот сейчас вы слушали по радио, булькающую, такую жужжащую, которая мешает отчетливо распосновать голос, и тогда уже стало свободно слушать вот эти все радиостанции, и было такое удивление, что вот Волос Америки, Свободную Европу, можно было слушать, даже я помню, что Радио Ватикана я слушал, Свободная Европа из Кёльна и Волос Америки. Так что вот видите, вот эта расистская натура, это нутро, оно тянется и с Советского Союза, и с Царской России, когда все на лжи, на клевете, на обмане, все вот придумывалось, вводили людей в заблуждение абсолютно сознательно, но это все тянется еще с тех времен, когда Московское княжество, это было в составе Татаро-Монгольской этой Золотой Орды, и Московское княжество было улусом Золотой Орды. Ничего, к сожалению, с тех пор не поменялось, как оно было, это княжество улусом, так Россия этим улусом и осталась, то есть вот это вот нутро, вот это менталитет, вот это поведение татаро-монголов, захватчиков, брехунов, обманщиков, креветников, паскуд, убийц, все это, к сожалению, сохранилось и ничего не изменилось, но врут постоянно, что они за мир, причем такую борьбу за мир ведут, что камня на камне нигде не оставляют, так борются за мир, что все разрушается, вот такая у них хитрая борьба за мир. Так что село, в котором я живу, это Граднянский район Черниговской области Украины, бывший, теперь это Черниговский район Черниговской области, это север Украины, село находится около 60 километров до границы с Россией и приблизительно такое же расстояние до границы с Белоруссией, с Белоруссией и где-то километров 50 по дорогам до Чернигово, но по прямой меньше, где-то километров 45. Вчера вечером, часов где-то, сейчас я скажу, часов где-то около 9, в начале 10-го, я выходил во двор и давал котам покушать и увидел и услышал, ну, вначале услышал, а потом увидел, над лесом опять летали российские самолеты, у них там тренировочные такие полеты выполняются, то есть это молодых пилотов, вот этих сопляков, 18-19-летних, 20-летних, которые еще летные училища военные не закончили, и по приказу Карли Капу, так как не хватает пилотов уже с подготовкой, и взрослых, ну, там уже окончивших давно летные училища, уже там и старшие лейтенанты, капитаны, майоры, которые на бомбардировщиках, на истребителях летали, очень многих пилотов поубивали, защитники Украины, позбивали эти самолеты, у Путина самолеты еще есть, но не хватает пилотов для того, чтобы на этих самолетах летать, потому что многие пилоты отказываются служить, против них возбуждает уголовное дело, как бы за предательство России и за невыполнение приказа, ну, там лет 15 им там нарисуют, в этих басманных судах российских, там справедливости в этих судах никогда не было, нет и не будет, и вот эти вот молодые пилоты, так как у них маленький налет, они летают над этим лесом, ну, на приличной высоте, потому что замерзает след от топлива, выходящего из двух сопел, из самолета, и образуется такой белый инверсионный след, ну, характерный для самолета, летящего на большой высоте, вчера вечером солнце уже село, но так как самолет высоко летал, то вот сам самолет, его плохо было видно, ну, точка была заметна, у меня хорошее зрение вдаль, и оба глаза там 100% видят, несмотря на мой возраст, 56 лет, есть люди, у которых там и в 20 лет зрение плохое, в очках ходят, это у меня, слава Богу, нормальное зрение, и вот этот след инверсионный, он освещался лучами солнца, на большой высоте, этот след подсвечивался солнцем, которое уже за горизонт ушло, то есть я его уже своими глазами не видел, но так как самолет летал высоко, то до него еще лучи солнца добивали, если бы я попытался снимать это все фотоаппаратом, ну, фотоаппарат, может быть, что-то снял, но там, как бы, словами это все можно объяснить, в гудении довольно громкое слышно было от звука, и видно было, как он летал, два самолета летало, а до этого вечером, я вечером вчера привез из колодца, дальнего колодца, 900 метров до него, две канистры пластмассовые по 30 литров, вот 900 метров туда, пешочком, с велосипедным прицепом, который на вес 75 килограммов рассчитан, и обратно, две канистры по 30 литров воды, то есть 60 литров воды, плюс там вес прицепа, плюс вес этих канистр, вот это вот я привез в воду, потому что колодец, который тут поблизости находится, ну, в моем фактически огороде, на углу огорода, то есть это общественный колодец, там вода очень жесткая, и когда кипятишь эту воду в чайнике, огромный слой хлопьев остается, вот кристализуется, выпадает в осадок вот эти соли, кальция, и вода получается такая вот, ну, верхний слой, когда отстоится вода, верхний слой еще можно использовать, а нижний слой там, с этими солями, и они хрустят на зубах, и, в общем, такой неприятный, получается, эффект, когда через горло проходит вода, вот это вот оно там, горло это царапает, ну, в общем, такая вода, которая специфическая, я бы так сказал, вот, а та вода в колодце, где я брал, там гораздо мягче, вот, ну, почти как дождевая, там примеси соли есть, но она при кипячении в чайнике осадка не оставляет, то есть почти как дождевая вода, ну, вот так вот, грунты устроены, что в каком-то месте, в колодце, вода очень жесткая, в каком-то она очень мягкая, почти как дождевая, так вот, вечером, когда я возвращался домой, с велосипедным прицепом, на двух колесах, по 20 дюймов в диаметре, эти колеса, и вез эти канистры с водой, то в воздухе летали самолеты в сторону Чернигова, но мне идти туда-обратно, ну, в одну сторону минут, ну, 25 приблизительно, вот так вот, ну, может быть, чуть-чуть меньше, может быть, там 22 минуты, 20, ну, в зависимости от того, как быстро я иду, ну, и обратно столько же, но когда обратно иду, так я иду медленнее, потому что тащу этот прицеп, и я услышал вначале, как полетели два самолета в сторону Чернигова, они там отбомбились, то есть они летели не рядом, а вначале один пролетел, а потом через несколько секунд, там через секунд 10, 15, там 20, может быть, через 30 секунд полетел второй самолет в сторону Чернигова, они там отбомбились на какие-то цели, ну, видно, еще было там, еще хорошее освещение было, это начало 9 вечера было, и потом, когда я уже к дому подходил, они уже летели обратно, то есть я голову задирал вверх, пытался увидеть, они летели низко, то есть от них инверсионных следов не было видно, но я по звуку определял, где они приблизительно летят, в сторону России полетели, на невысокой, на небольшой высоте, и звук от двигателя был очень громкий, а вот этот, который позже них летал над лесом, тренировался, он на большой высоте летал, и поэтому инверсионный след образовывался от остатков сгоревшего топлива, то есть они просто замерзали на большой высоте, и в белый такой, как бы, туман превращались, ну, знаете, как от самолетов следы такие белые на небе остаются, так что вот это соплячье, вот эти молодые пацаны, которые бабы еще не трахали, которые девственники там дрочат утром, днем и вечером, по пять раз на день, потому что яйца там раздутые, сперма вырабатывается, ну, молодняк, ничего не поделаешь, так человеческий вид устроен, вот это старики там, если в 70-80 лет, если там раз в неделю занимаются этим делом, кто занимается, то еще нормально, а молодняк такой, что, да, ему баба, так он ее пять раз за ночь трахнет, и кричать будет, хочу еще, давай еще будем шуры-муры крутить, вот, ну, опять же, в зависимости от того, у кого, какая конституция сексуальная, какое здоровье, кому-то и одной палки хватает за ночь, а кому-то и пить ей мало, вот, так что еще баб не потрахали, еще не женились, еще жизни не видели, и детьми фактически являются, но их, этот Карлик Пу, превратил в свою армию Гитлер Югент, Путлер Югент, то есть, армия, как в Германии была, на последние там месяцы и дни войны, вообще там детей, там 12-13 летних детей собирали для того, чтобы они воевали против Советского Союза, против европейских вот этих стран, против Англии, против Франции, ну, и против США, вот, и сейчас история повторяется, потому что Карлик Пу уже выдыхается, пилотов не хватает, очень много пилотов сбили, и самолеты сбиваются, причем, не важно, там, истребители, там, бомбардировщик, там, или десантный какой-то самолет, или еще что-то, ракетами земля-воздух, стингерами, там, или другими, какие-то там, какими-то там ракетами, ПВОшными, вот этими, которые из земли-воздух большими такими ракетами стреляют, избивают цели, а ракета летит гораздо быстрее, чем даже вот эти вот самолеты, типа Су или МИГ, которые являются истребителями или бомбардировщиками, то есть у пилота уйти от встречи с этой ракетой, ну, шанс там один из миллиона, если он там сможет увернуться как-то, ну, или если будет отстреливать с своего самолета постоянно ракеты в разные стороны, чтобы такие теплые цели были, на которые среагирует техника, вот эта аппаратура наведения этой ракеты, либо стингера, или вот этих крылатых ракет, управляемых, у которых при запуске задается в их память будильник включился, секундочку, я его выключу, на 6.30 у меня стоит, вот, в память введена цель, которую нужно поразить, и ракета выпущенная по этой цели, она ее догонит и собьет. Так что Карлик Пу издыхает уже на последних своих возможностях и предполагают объявить всеобщую мобилизацию по России и всех мужчин, начиная от 18 лет, от совершеннолетия и до пенсионного возраста, там, сколько там, 60 лет или 65 лет России, там, пенсионный возраст для мужчин, 65 по-моему, если я не ошибаюсь, на всех их под ружье поставить, то есть, все мясо мужское, все у кого есть член, бросить на войну с Украиной, чтобы додавить Украину, захватить, растоптать, уничтожить, сейчас у нас тут цели, пока вот никого не убивали и никого не расстреливали, и где дома не повзрывали, и ничего такого не разрушили, за исключением вот этих вышек сотовой связи и техники, и антенн, и будок, которые под вышками находятся с аппаратурой для сотовой связи, они уничтожены, я репортаж такой снял, ну, не репортаж, пошел там все сфотографировал и свои комментарии к фотографиям дал, и по этому видео можно посмотреть, как эти расисты расправились еще где-то 27-го числа, где-то часов после 4-х, да, где-то после 5-ти вечера 27-го февраля этого года, 2022-го, вот эти вот вышки сотовой связи были расстреляны варварски жестоко, ну, для того, чтобы связи сотовой не было, но люди здесь ходят по селу, есть такие возвышенности, точки такие более высокие, я сам несколько точек нашел и людям рассказывал, где они находятся, куда можно пойти, и Киевстар, и Водофон, ну, Водофон это МТС бывшая, сейчас Водофон называется такая торговая марка у оператора сотовой связи, и люди дозваниваются, мне смс-ки пришли на телефон, ну, такие вот, и те, которые я ждал, и там и от банка смс-ки пришли, и, ну, от приватбанка, и, значит, от правительства Украины по поводу того, что если вы оказались жертвой, ну, ваш дом там, или какие-то там какое-то ваше имущество повредили, все это зафиксируйте, вот, и Россия будет выплачивать репарации, и контрибуции для того, чтобы с них все это скачать и восстановить все это имущество, которое они своей войной уничтожили, так что Россия сейчас на два-три поколения вперед, а может быть, даже и на пять поколений вперед залезла в долговую яму перед Украиной, и будут эти репарации, и контрибуции, выплачивать, и выплачивать, и выплачивать, и пока это все в Украине не будет восстановлено, и Россия будет работать на Украину еще столетия, я так предполагаю, не десятилетия, там, не пятилетку, а столетия, и не одно столетие, там, двести-триста лет, как вот Россия и Чечне выплачивает репарации, и контрибуции за те две Чеченские войны, так что бесчестное вот это вот псевдогосударство, это россиянское захватническое, которое выросло из Москвы, доросло до размеров Московского княжества, и потом пошло войнами на соседей, все это позахватывало, там, и Новгород, и Тверь, и все другие княжества, вот эти вот Киевской Руси древние, хотя они к России никакого отношения никогда не имели, все это Киевская Русь была, и вот этот захватнический режим, он всю жизнь был, пока это Московское княжество существовало, потом Московское царство, потом Российская империя, и Советский Союз всегда, постоянно, все на войнах, на захватах, на прихватах, на завоевывании соседей, вот эти буряты, якуты, кабартинцы, балкадцы, чеченцы, ингуши, и все вот эти вот другие кавказские, северокавказские народы, они же никакого отношения к славянам не имеют, у них у многих либо буддизм, либо они мусульмане, магометане, и они вот были завоеваны, захвачены и покорились вот этой татаро-монгольской орде, этому лусу золотой орды Московии, этой проклятой, потеряли свою независимость и стали вот подконтрольными Кремлю Московскому, Москве, так что сбрасывайте эту российскую власть, нахрен, вот, получайте независимость, как Чечня, он два раза воевала за независимость, но ее смогли сломить и в том числе и на предательстве, то есть Дудаева уничтожили в тот момент, когда он через сотовый телефон, не сотовый телефон, а спутниковый телефон разговаривал там с кем-то, вычислили и знали какой у него номер, вычислили через спутник точку, откуда сигнал шел и туда послали самолет, который ракетами прицельно, ну, ракетами с наведением на аппаратуру этой спутниковой связи и уничтожил Джохара Дудаева. И после этого там вот эти вот марионетки появились, дырка вот эта вот, кадырка, которая деньги качает из России, сам обогащается, своих там прихлебателей обогащает, ну, и расправляется с теми, кто за свободу независимости не воевал. И много людей, которые были Джохаром Дудаевым плечо к плечу, они уехали в Европу, в Америку, там, в другие страны, чтобы спасти свою жизнь от этой марионетки, этой кадырки. Так что Россия это такая ненасытная страна, вот сколько она там веков существует и все никак землю не нажрется соседской, захватнической. Вот это вот захват Украины, это опять же типичное продолжение поведения этой татаро-монгольской орды, захватить чужое, прихватить, ограбить, обобрать до нитки, сделать рабами, подчинить себе и потом сидеть на троне и качать доходы, налоги, имущества, дань с того покоренного народа, против которого они там войной пошли и все позахватывали. Ничего не меняется, психология простая, примитивная, как у животного, примитивного, типа там жука какого-то навозного. Все укладывается в фразу из десяти слов. Напасть, захватить, прихватить, поубивать, разрушить, уничтожить, покорить и подчинить себе и качать бабло с той покоренной территории, с тех людей, которые остались живыми. Вот это вся суть этой российской гребаной федерации. И так они с каждым народом поступают. И с якутами, и с бурятами, и с чеченцами, и с дагистанцами, вот, и так далее. Но Украина мужественно сопротивляется, противостоит этим захватчикам, и победа будет за нами. Мы победим, сломаем хребет этой проклятой российской федерации, рашистской федерации, это самая высшая степень фашизма и нацизма. Вот это, вот этот рашизм, путинизм. Так что, по перегорла вам Украина станет, и задохнетесь в этой войне. Не сможете захватить Украину, сожрать ее, переварить ее поперек горла. Еще раз повторюсь, станет вам эта Украина, и это будет последний гвоздь в крышку гроба этой подлючей российской федерации. Слава Украине, слава героям Украины, слава защитникам Украины, и слава всем здравомыслящим людям во всем мире, которые оказывают нам всяческую помощь в это тяжелое для нас время, когда эта Российская Федерация, эта гребаная рашка напала на Украину необъявленной захватнической войной 24 февраля 2022 года в 5 часов утра, по некоторым данным в 4 часа утра уже боевые действия на пограничных переходах начались, где там дороги проходили, где эти пограничные переходы были, и вот так вот попытались за один день до Киева танками дойти и захватить Киев, свергнуть украинскую власть, вывесить свою трехцветную тряпку везде по Киеву, и объявить, что они освободили точечные военные операции Украину от тех, кто якобы притеснял русскоязычное население. Вот моего кота, рыжика, пушистого такого, которого тут недавно расисты подстрелили, он гулял в соседнем дворе заброшенном, ходил там, мышек искал, вот, ну, ходил там, развлекался, там, и за кошками бегал, и мышек искал, и тут расисты по улице проезжали, сидели, на БТРе, вероятнее всего, сидели там на этом БТРе сверху, сборище там якутов, бурятов и шантрапы всякой, и в руках автомат Калашникова, Калашникова стрельнули по этому коту, одна пуля попала за передними лапами, с правой стороны выше, точка входа пули с левой стороны ниже, и под позвоночником пуля прошла, повредила ему и легкое там, или трахею, или бронхи, в общем, он кровью хакал, и повредили позвоночник, у него задняя часть тела отнялась, и он задними лапами шевелить не может, то есть он тягает за своими, за собой эти лапы, вот, и на передних лапах он, двое суток его не было дома, он на морозе ночью лежал, не хватало сил доползти домой, а потом он силами собрался, и под утро приполз, после двух суток отсутствия приполз в сарай, там обогреватель у меня есть, подушка такая, вот теплая, синтепоновая, на земле лежит, и он туда, на эту подушку залез, и под обогревателем грелся, я его утром обнаружил, забрал в дом, и лечу его таблетками, амоксил, антибиотиками, ну, ему чуть-чуть лучше стало, вот, но ходить он не может, он писает, какает под себя, я это все убираю, в общем, такая дополнительная нагрузка на меня получилась, так вот, этот кот оказался в глазах вот этих вот подлюб, которые его там шмальнули автоматной очередью, оказался бандеровцем, украноцистом, украфашистом, вот этот кот, оказывается, угнетает русскоязычных людей, то есть, я русскоязычный, но я и украинскую мову добро володю, вот, но для русских я буду говорить на русском языке, потому что они украинский не понимают, и вот этот кот, оказывается, мне запрещал разговаривать на русском языке, вот он угнетатель такой, бандеровец украинский, украбандеровец, вот ваша пропаганда пришибленная, что вы делаете, детей еще не рожденных в утробе матери убиваете и матерей, рожениц и беременных вот этот ребенок, который в брюхе у матери находится, оказывается он уже бандеровец он уже украфашист, украноцист вот его надо убить чтобы он никого не угнетал суки вы конченные, падлы долбанутые на голову сидели бы дома, живыми остались бы а так вас тут на мясо пустят, вот это пушечное мясо прет, как тараканы орда захватчиков полезли на Украину те, кто поумнее в плен сдается а те, кто поглупее, без гмызли и поверевшие в эту рашистскую путинскую гребаную пропаганду ебельсовскую вас тут в войне переработают быстро на удобрение мяса и кости сгниют тут в украинской земле и сделают ее еще более плодородной как это было многократно, тысячелетия когда лезли тут всякие захватчики в том числе и татаро-монголы на территории Украины но татаро-монголов тут не осталось а в России в Рашке, в этом московском княжестве в Волусе Золотой Орды татаро-монголы там они и остались у себя на родине их не осталось а они переехали жить в Москву в Московское княжество в Волусе Золотой Орды вот они оттуда и всю свою историю дальше продолжают действовать воевать с соседними народами прекращайте войну сдавайтесь в плен россиянцы сраные засранцы пообсирали тут все улицы по селу и под лесом я там ходил где вы товаром стояли воничье такое воняет говном в свинарнике лучше пахнет чем от того говна чтобы там пооставляли где вы там с танками круглые сутки стояли горели моторы чтобы не позамерзать и сухпаки свои пожирали я там все это сфотографировал и видео у меня есть с этими фотографиями там где-то штук 80 фотографий я сделал до полной до полного забития памяти в своем смартфоне но я карточку дополнительно не вставил а так бы я еще больше снял но уже место там под завязку было и я еще дополнительно видео снимал как самолеты вот эти вот с молодыми этими курсантами летали над лесом и минуты полторы или две минуты я успел снять остальное оборвало запись потому что не хватило места на карте памяти под гигабайт получилось я фотографии нафотографировал 8 мегапиксельным смартфоном 8 мегапикселей снимок получается ну хорошо снимает отчетливо красиво все видно каждая буковка очень резко отчетливо видно он с автофокусом у меня этот смартфон удачная модель LG P713 так что россиянцы сдавайтесь в плен спасайте свою жизнь останетесь живыми и потом еще назад в свою рашку вернетесь и будете там своих детей растить если у вас дети есть а если кто боится сесть на 15 лет в тюрьму в Украине можно будет остаться и со временем получить украинский паспорт и будете работать на благо Украины и тут совершенно другая жизнь удивитесь сейчас уже удивляетесь вот на паре на Украину и на первый день для многих был культурный шок что они в селах дороги асфальтные увидели да у нас асфальтные дороги в селах есть не во всех улицах есть такие улицы где грунтовые дороги остались ну там или брусчатка лежит там или камней набросали кирпичей битых так утрамбовали а так в основном улицы заасфальтированы в селах а у вас в селе ни одной улицы нет то есть до села дорога дошла от там какого-то райцентра там или областного центра и в селе там ни камешка асфальта нету либо доски положены в лучшем случае там в Сибири там где много леса или вообще грязюка такая непролазная непроходимая и для многих кто увидел в селах асфальт они с таким удивлением с таким перепугом и с таким восторгом своим этим дырком с челем этим половым которые там в России в Рашке остались и трахаются с соседями пока этот вояк русский тут воюет или не русский или бурят или якут или кто он там такой по национальности пока он тут воюет с синими яйцами бегает из грязной немытой жопой вот и рассказывает свои дырки по телефону что вот тут дороги и брусчатка и асфальт представляешь в селе тут в Украине дороги а у нас там грязь непроходимая по колено лесной когда все растаяло не пройдешь не проедешь только летать надо как вороной каркать над этой дорогой так что сдавайтесь в плен прекращайте войну сами свою жизнь сохраните и наших людей не убивайте идите нахер назад в свою рашку гребаную или же вам предоставляется право остаться в Украине вот вы отмоете кровь с ваших рук ну там либо посидите какое-то время в заключении там по решению суда или не будет такого заключения но в всяком случае в плену вы побудете и вас по три раза в день будет кормить горячей едой вот как я котов своих кормлю три раза в день не дашь три раза даже два раза будет ходить урещать вечером хочу жрать котам не важно там война не война а жрать давай то же самое с вами будет по три раза в день вас будет кормить в соответствии с соблюдением норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными и никто вас стрелять не будет никто вас не будет насиловать там издеваться над вами бить там и все такое то есть все культурно цивилизованно и в пределах человеческих норм и морали это не так как у вас в рашке за то что сказал что это не точечная военная операция а война за вот это 15 лет тюрьмы по российским законам люди все понимают что это война потому что трупы уже начинают поступать вот и 8 генералов российских тут украинская армия прикончила вот ну и с другими там полковниками майорами там капитанами старшими лейтенантами там в общем с этой воячиной этими вояками так же поступают и российские трупы тут уже больше 15 тысяч 300 рашистов вот этих вот россиянцев разных национальностей и народностей валяется по Украине вот какого-то там в крематории сожгли передвижном которое россиянцы с собой привезли как прицеп к автомобилю Урал и в них сжигают там по два или по три трупа за один раз пепел естественно что никуда не отправляют то есть родителям даже коробочку с пищечной пепла не пришлет а многие эти россиянцы валяются на улицах никто их не собирает но вот когда война закончится или когда уже так будет сильно вонять что терпеть будет невозможно местные жители там экскаватором там или как-то еще бульдозером яму какую-то общую выкопают пособирает этих вонючих россиянцев воняющих гниющим мясом на которых и мухи будут и червяки будут вас жрать но сейчас вас жрут только собаки бездомные пока еще не сильно вы воняете убитые и лицо объедает и щеки и носы и уши и губы съедает в общем все что есть на лице мясное все это собаки бездомные объедает и пальцы на руках в общем где обнаженное тело все это сжирается а кого там живот ранили или в грудь там одежда повреждена собаки разрывают одежду повыедает у вас все из живота и желудок и печень и селезенку и поджелудочную железу и кишки ваши с едой с говном повыедают вот и хуи там извините за выражение поотъедают там яйца съедят вот и будете вы там такие покалеченные объеденные куски гниющего вонючего мяса валяться на улице на дорогах в тех местах где боевые действия проходили представили себе эту картину вы за это воюете вы свою жизнь бросите на Алтай войны и в мясорубку войны ради того чтобы приближенные Карли Капу на яхтах плавали и миллиардное состояние имели какая вам польза из этого да никакой а ту зарплату военную которую вам там начисляют вы отдали карточку своей жене зарплатную она деньги снимает тратит на себя трахается там с соседями пока вы тут с теними яйцами бегаете и трахнуть какую-нибудь бабу хотите там дрочите по 3-5 раз на день потому что мужской молодой организм требует разрядки не будете дрочить там у вас такой стояк будет ну и есть по утрам там вас так так стоит член что трусы порвать может вместе со штанами вот и яйца там такие что болит так что хоть караул кричи вот из-за гормонов мужских наливается яйца сперма и постоянно вы там бегаете и дрочите там и туалетная бумага у вас закончилась с грязными жопами с налившим говном бегаете там жопа распухала так что когда сурете так все болит и трещины образовались на прямой кишке на самом месте откуда говно вылазит наружу вот все попухало и врачи у вас толковых нету и никто вас не лечит и никому вы нахер не нужны ваша жена прожирает эти деньги военные а вы когда калека вернетесь если вы вернетесь назад то она вас нахер пошлет скажет мне калека без руки без ноги там раненый покалеченный нахер не нужен завтра пойду в ЗАГС напишу заявление на развод и вас разведут через месяц и через суток она вторым своим заявлением отожмет у вас все ваше имущество а вас нахер выгонят из вашей квартиры или из дома или жилья что у вас там есть и вы пойдете на теплотрассу жить и будете по мусорникам лазить вместе с собаками бездомными искать чего там поесть можно отходы голову какую-нибудь от селедки там найдете или скелет от этой селедки чтобы пососать этот скелет чтобы соль какую-то и кусочки мяса какие-то остались обгладывать будете косточки из супов которые выбросили вот так вас кинет Россия ваша матушка гребаная и даже многие мамаши я вот тут недавно на днях еще когда глушилка не работала слушал репортаж российской мамаши вот которая ну это разговор такой перехваченный был то есть россиянец позвонил своим мобильным телефоном он раненый был его в плен взяли и находясь в плену телефон ему оставили значит и дали возможность позвонить своей матери ну и разговор диктофон там стоял фиксировали и его голос и ответ его мамаши он звонит своей мамаши где-то в Россию и говорит мама я живой я раненый меня украинцы в плен взяли я живой я в плену но все нормально значит мне тут операцию сделали в больнице меня лечат я тут в палате лежу вот лекарства дают и бесплатно операцию сделают и лечат меня и кормят и тут такой хороший уход и просто не белые там постельное белье все белое чистое постиранное я тут в больнице а мамаша говорит здравствуйте даже не сказала ничего так это что получается это я теперь за тебя никакую компенсацию от правительства не получу вы представляете какая ебнутая баба на голову ее родной сын пошел ну послали его точнее сказать обманом или не обманом по контракту пошел или его обманули послали типа на военные учения под границей с Украиной со стороны границы на российской этой земле или на белорусской земле под границей с Украиной а потом ночью 24 февраля ввели эти войска на территорию Украины и пошла война так вот эта мамаша говорит что же я теперь компенсацию за тебя никакую не получу оказывается ты не убитый а ты живой да нахер мне ты живой нужен мне нужны деньги вот такие блять матери у ваши которые вас как пушечное мясо растили и надеялись зомбачки вот эти зомбированные зомби телевизорами надеялись на то что вас убьют а она кучу денег получит сколько там 100 тысяч рублей или 200 тысяч рублей вот цена вашей жизни это ваша родная мы ну я не хочу сказать что все такие поголовно но вот тот репортаж который там вот я слышал по радио и как это в СБУ значит ну или кто там занимался этим делом СБУ это служба безопасности Украины когда это все вот в эфир пустили я вообще изображение охренел когда это услышал родная мать родному сыну по телефону с таким удивлением и возмущением сказала что так это что я теперь за тебя компенсацию никакую не получу то есть матери на вас насрать убьют вас покалечат где вы там будете лежать у вас собаки будут съедать там яйца отгрызать и член вас отгрызут вот на том месте где ваш член был чем вы там баб трахали или еще не трахали и то что вы там дрочили там каждый день по 5 раз на день вот этого члена не будет у вас собаки отожрут и яйца отъедят и жопу отгрызут штаны порвут ваши значит и до жопы дотянутся мяско там жирненькое такое вот мясистое пообъедают и ноги пообъедают там где мяса побольше и все внутри повыедает и сердце и печень и почки там и так далее внутри будет пусто ну на ребрах там чуть-чуть мяса останется вот в таком виде вас будут собирать украинцы там где вы там будете лежать вонять они уже не смогут терпеть вонь от вас от разлагающегося мяса потому что днем уже потеплело уже там 12-15 градусов вчера было где-то градусов 12 температура воздуха в тени пчелы прекрасно летали и цветочную пыльцу с орешника несут с лещины а вы убитые лежите ну те кто меня слушают они еще не убиты но от живого состояния до мертвого это одна секунда времени пуля прилетела в лоб бабах и все и вы на тот свет отправились и вы уже будете лежать никто вас не будет подбирать нахер вы никому не нужны никто вам медицинскую помощь оказывать не будут не будет ну за исключением в том случае если вы там в плен попадете раненый то украинские медицинские учреждения вам помощь окажут потому что Украина соблюдает Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными а россиянцам чем военным вы не нужны потому что как сказал Жуков или как сказал еще Суворов бабы еще нарожают вот эти великие полководцы вот такое отношение к вам вы пушечное мясо для России для этой татаро-монгольской монгольской орды бабы еще нарожают то есть цена вам 0 рублей 0 копеек в базарный день то есть вы пушечное мясо поэтому вас послали в мясорубку лекарств никаких нет и лечить вас никто не хочет и не будет и каждый сам за себя каждый спасает свою жизнь как может вот что такая ваша гребанная рашистанская лаптистанская армия поэтому заканчивайте войну думайте о себе заботитесь о себе срочно сдавайте сплен бросайте оружие и вы таким образом сохраните свою жизнь и вам члены собаки не отгрызут и яйца на месте останутся и жопы не сожрут и все все внутренности останутся на месте вас подлечат вы выздоровеете там позарастает на молодом организме все вот эти места роднений и если боитесь возвращаться в Россию останетесь в Украине будете работать на экономику Украины найдете себе бабу женитесь на украинке детей наплодите и станете украинцем а про вас будет рассказывать что вы бандеровец укронацист укрфашист вот типа как мой кот рыжий пушистый вот тут рядом лежит обогреватель у меня кварцевый стоит он лежит на подушке я ему тут полотенце подстелил чтобы когда он писает чтобы полотенце впитывало в себя эту влагу лежит греется вот и шерсть конечно у него отписанная вот но потихоньку он выздоравливает а также и вы выздоровите вот ну конечно вы не будете обостренно лежать вот вам там бутылочку подставят там засунут ваш писюн в эту бутылочку чтобы не под себя писали а в эту бутылочку так сейчас три выстрела слушайте 6.59 время Чернигов начали обстреливать у меня даже стекла в окнах задребезжали стреляет из пушек или из этих самых установок типа ураган или град или смерть в сторону Чернигова это расстояние приблизительно километров 50 от меня до того места откуда они обстреливают Чернигов это со стороны дороги которая идет на Новый Град Северский из северо-востока Чернигова вот там стоит у них батарея гаубицы и вот эти пусковые установки ракетно-залпового огня ну смерть или ураган или что-то такое или град может там стоит стреляет по Чернигову я уже многократно в разных своих сообщениях говорил что как только 7 часов утра пошли посрали подрочили и покурили значит и это самое ну там последовательность может быть разная вначале посрали потом посрали или посрали подрочили вот что-то там сухомятку перехватили там какую-то еду ворованную украденную из украинских магазинов из кладов вот и это самое значит кто-то два раза подрочил кто-то один раз подрочил чтобы целый день синие яйца не были чтобы они естественного цвета были и пошли заряжать пушки снаряды и стрелять по Чернигову убивать наших людей суки выконченные так что прекращайте воевать сдавайтесь в плен выживите и может еще и до 100 лет доживете хотя упертые дураки которые продолжают воевать вас быстро кончат и пойдете на удобрение плодородной украинской земли она станет еще чернее еще жирнее все на этом буду заканчивать свое сообщение удачи всем украинцам здоровья вам благополучия долгих лет жизни храните себя берегите себя мы выставим в этой войне паскудной необъявленной которая нам навязала эта гребанная Российская Федерация этот Лаптистан и этот Улуз Золотой Орды до свидания всего доброго до следующих выпусков моих сообщений Продолжение следует...